Здравствуйте! Сегодня будем подкармливать замиокулькас для того, чтобы начал активно расти. Подкормка будет по листу. Расскажу вам про три самые шикарные подкормки именно для замиокулькаса по листу, которую можно использовать в любое время года, для того, чтобы его разбудить. Если он у вас в зимнее время спит, его также можно разбудить, он будет активно расти. У некоторых он спит летом, можно летом будет разбудить такими подкормками, чтобы он дальше продолжал расти и давать новые листья моему замиоколькусу примерно год года даже еще нет покупала я его в те то феврале месяце это черный раван он мне немножко порезан я сейчас в данный момент размножаю поэтому листиков здесь стало меньше у меня есть об этом видео заходите смотрите а вот простой замиоколькус растет как на дрожжах я его и опрыскиваю и поливаю и подсыпаю и много чего с ним делают также у меня есть видео на канале заходите смотрите применяйте подкормки те которые нужны именно вашему цветку смотрите именно на ваш цветок что ему не хватает данный момент вот у меня в данный момент выросло еще четыре новых ростка 4 новых листика и это все в декабре буквально за две недели выросли новые ростки их не было у меня есть видео на канале поэтапного роста данного замиоколькаса поэтому кому интересно заходите смотрите росточки нарастают просто молниеносно сам он высоту у меня сильно не вырастает вот еще один новый росток он примерно около 90 80 сантиметров но так как ему еще нет даже года он такой пушистый стал именно благодаря подкормкам опрыскиванием и различным средством которые я подсыпаю а это замиоколька зензи он просто необычно выдает новые ростки новые листья он образовал много маленьких картошек а теперь у меня вырастают новые ростки новые картошки образовались с помощью мощной корневой системы вот от картошки лезет еще один росток у меня также есть видео на канале заходите смотрите какой он был ранее здесь было всего одна ветка и за год наросло вот столько маленьких веточек две большенькие и уже штук 8 маленьких и так первое комплексное минеральное удобрение именно по листу это план тофол у меня он именно 20 20 20 то есть азота именно и фосфора и калия здесь будет по 20 процентов но в нем также содержатся различные микроэлементы и из них кстати нитратная форма азота всего четыре процента в нем очень много различных микроэлементов что полезно для растения такие как марганец железо медь бор калия оксид фосфор оксид азот форме нитрата и общий азот самое важное что в данном препарате отсутствует хлор и другие компоненты которые негативно воздействуют именно на рост растений и формирование листовой массы у меня есть видео на канале как его правильно применять применяют его 2 грамма на 1 литр воды и опрыскивать по листу ссылочку я вам оставлю все посмотрите как я опрыскиваю именно за миокулькас именно в то время когда нужна была эта подкормка сегодня я буду подкармливать другой подкормкой это чай каркаде вот такие вот листики которые будем сегодня с вами заваривать и будем опрыскивать именно за миокулькас именно в этих листочках содержится очень большое количество полезных веществ такие как калий марганец магний и кальций калий нужен нам для ускорения роста и процесса бутонов но в данном случае мне интересует именно ускоренный рост за миокулькаса марганец он принимает участие именно фото синтезы и отвечает за состояние корневой системы а магний нужен для того чтобы не было замедленного развития растения и опадания листьев и не было пожелтения листиков как приготовить настой для опрыскивания именно из каркаде нам понадобится буквально 500 миллилитров кипятка и несколько листиков для заваривания чая я беру буквально 45 листьев и кидаю их кипяток наставить будем буквально 20-30 минут под крышкой когда листики каркаде заварится польза данного чая уже давным-давно доказано еще даже китайские коллеги уже давным-давно используют именно чай каркаде для ускоренного роста растений но они его даже и подсыпают и поливают им и опрыскивают но я в основном использую чай каркаде по листу так как он имеет некую кислинку и может закислять почву поэтому я для полива использую другие удобрения не все комнатные растения опрыскивают данным настоем некоторые просто не реагируют никак а к примеру бегония либо глоксини они покрываются пятнами поэтому имейте это ввиду чай у нас настоялся и будем добавлять вода у меня стояла на батарее поэтому она чуть выше комнатной температуры опрыскивать лучше всего именно теплой водой если есть возможность держите бутылки либо возле батареи либо он прям на батарее тогда они будут примерно около 30 35 градусов среднем то есть вода будет теплая замяколько спрос то обожает именно теплую воду именно в зимний период в летнее время нет смысла в жару поливать еще теплой водой например либо опрыскивать тоже теплой водой и сейчас будем опрыскивать сами акулькас именно по листу пришло время подкормки поэтому будем именно с вами сейчас опрыскивать опрыскивать можно примерно раз в месяц потому что я опрыскивал дополнительно и другими средствами про другие средства вы знаете это planter fo'л это обязательно и опрыскивала просто шикарен именно для замиокулькаса и следующее удобрение это янтарная кислота янтарная кислота просто классная подкормка для именно чахнущих растений которые начинают увядать появляется пожелтение листьев а также янтарда кислота это отличный стимулятор роста и для развития самого растения данным препаратом можно как опрыскивать так поливать так и даже протирать листики данный препарат применяется по-разному он применяется как для профилактики как для лечения как для восстановления так и даже для ликвидации по стрессы например от переохлаждения от перелива от залива растения замиокулькас очень часто многие заливают и именно янтарная кислота поможет вам спасти замиокулькас и так а сейчас повторим что он можно использовать для опрыскивания именно для активного роста именно замиокулькаса это каркаде это plant of all 2020 формулой идеальный просто именно для замиокулькаса опрыскиваю не первый раз и поэтому есть очень хорошие результаты и янтарная кислота янтарная кислота помогает спасти замиокулькас если он начинает у вас чахнуть эти все обработки именно по листу можно применять их поочередно но конечно не закармливайте и смотрите именно на ваш цветок что с ним данный момент происходит и что ему не хватает на сегодня это все заходите на мой канал смотрите другие видео про замиокулькас и другие комнатные цветы всем спасибо и до свидания